Деревня Хатсуни – одно из скрупных мест Брянской земли. В памятный день годовщины начала Великой Отечественной войны здесь были совершены божественная литургия и панихида. Богослужения возглавили митрополиты Брянский и Севский Александр и епископ Клинцевский и Трубчевский Сергий. В этой небольшой деревне под Брянском 25 октября 1941 года фашистскими захватчиками были расстреляны 318 местных жителей – от детей до стариков. В 1942 году оккупанты сожгли деревню Датла спустя 70 лет. В 2011 году на месте сожженной деревни был возведен мемориальный комплекс и построена часовня. В нынешний день памяти и скорби на территории мемориала митрополит Брянский Александр и епископ Клинцевский Сергий совершили божественную литургию и возглавили заупокойную службу. Им сослужили благочинные настоятели монастырей митрополии. Для соборной молитвы в Хацунь также прибыли паломники из города Дядьково и Дядьковского района. «Только на минуту представьте, как разыгрывалась эта трагедия. Крики, вопли, плач. Матери прижимают к своей груди детей и заживо сгорают в тех сараях и помещениях, куда они были согнаны неприятелем, карателем, оккупантами, которые пришли на нашу родную землю, в наше Отечество. Черное крыло войны коснулось каждой семьи. Нет ни одной семьи в России, где бы на фронте, на полях сражений не воевали деды, отцы, братья и сестры, и многие не вернулись с войны живыми. Мы должны свято чтить их память. По окончании богослужения для участников и гостей была организована экскурсия по мемориалу. В это же время на площадке перед памятным комплексом прошел концерт. Хатсунь была одной из первых жертв немецкого геноцида на русской земле. И символично, что наиболее масштабные на Брянщине памятные мероприятия прошли именно здесь. Мы призываем на всех вас Божие благословение, и чтобы вы никогда не забывали этого места, чтобы оно всегда было в наших сердцах, чтобы мы помнили тех отцов, матерей, дедов, тех младенцев, которые здесь невинно пострадали в ужасном огне, братоубийственной войны, чтобы никогда больше на нашей земле не повторились эти ужасы, когда люди, подобно диким зверям, нападают друг на друга, уничтожают и разрушают все то, что созидается трудом человеческим. Продолжение следует...